Моделирование гелем. Да, я люблю гель. Это надо уметь делать, потому что вот даже вот у нас в модели, которая пришла, она говорит, у нее сломались все ногти. Да, можно отремонтировать. Ну, потрескались. Можно отремонтировать, конечно. Но мы будем наращивать, моделировать, чтобы вы умели, чтобы вы знали, как это делать. Примерно в теории я сейчас тоже расскажу. Покажу, нарисую, как ставится форма. Это самая большая проблема вообще у всех с постановкой формы. Как ее подрезать, как ее поставить, сейчас все покажу, расскажу. Будем делать с вами. Вам прям хорошо повезло. У нас будет сейчас и снятие, и маникюр, и моделирование, вот, и покрытие. Что мы будем делать? Разница. Вот. Что-нибудь мы сделаем, в общем, покрытие. Напишите, эфир сохранится, да. Напишите мне, кто что хочет. Просто покрытие, вот, да, под кутикулой, либо френч. Ну, это там уже решено. Просто там, в любом случае. Да, сохранится. Что не по теме, но брови у меня офигенные. Говорим, как мастер брови. Спасибо большое. Здравствуйте. Френч, да? Еще ответы какие-нибудь. Кто что хочет? Френч. Ну, в основном, наверное, да, я так думаю, у многих проблемы с френчами бывают. Потому что его же надо правильно нарисовать. Но на правильно смоделированных ногтях френч нарисуется сам собой, на самом деле. Потому что, если у вас правильная архитектура ногтя, фтирочку мы, к сожалению, делать не будем, но если надо будет в теории, я вам потом расскажу ее, как делать. Ой, господи, забыла, что говорила. То есть, если у вас правильная архитектура ногтя будет, да, даже если вы свой ноготь будете, там, выравнивать или еще что-то, вот, френч, френч и все, что угодно. Френч рисуется хорошо. Главное, правильная архитектура. Проблема с френчами, понятно. Хорошо, давайте я вам тогда сейчас буду рисовать, как... Пока нам ручки не нужны. Нарисую пока, как можно... Нужно ставить у нас форму. Так, поставлю вам сейчас. Ну, смотрите, в общем, как у нас идет, да? Девочки, я читать, ну, периодически не смогу, потому что сегодня я без ассистента, вот. Как у нас форма, во-первых, ставится? Ставится у нас форма. Если мы берем, например, ноготь, да? Вот, да? Мы должны убрать полностью всю длину ногтя. У нас есть точки в роста, да? Как должна встать форма? Форма должна встать полностью встык от точки в роста до точки в роста. Если даже ноготь уходит у нас, растет там в сторону, например, да? У нас есть, но на пальце фронтальная ось. Это серединка. Без разницы, там у вас ноготь сбоку чуть-чуть, да? Ну, куда-то уходит он в любую сторону, да? У вас есть фронтальная ось именно пальца. Ваша форма, вот, когда мы ее будем подставлять, она должна стоять полностью по фронтальной оси серединка. То есть она не должна уходить то, как растет ноготь вбок, да? Потому что у вас тогда будут кривые ногти, соответственно, да? И поэтому мы как раз-таки моделируем, чтобы исправить неправильное положение ногтей, неправильную форму ногтей, да? Если это трапеция, например, да, у нас ноготь трапециевидный, нам надо будет подрезать форму так, что у нее же точки в роста здесь будут. И наша форма должна стоять, получается, стык в стык полностью. Самое главное запомнить надо от точки в роста до точки в роста. Никаких зазоров в форме вот так вот, форму вот так вот стоять она не должна. То есть вот у вас до пальца спустало, и вот здесь вот у нас ушки, да, стоят. Такого не должно быть. Этого не должно быть. Должно быть полностью все. Стоять в стык, то есть как по ногтю. Соответственно, нам надо будет подрезать какие-то формы, да? Потому что не все ногти у нас одинаковые, не все ногти у нас овальные полностью, да, как вот у нас форма нарисована, ну, сделана. В общем, если, например, мы берем, вот у нас овальчик у формы, да, вот у нас дырочка, здесь у нас идут, вот, например, прикольная форма получилась. Вот, то есть если у нас, ну, там побольше они, естественно, эти крылышки, мы сюда вставляем вот от точки в роста до точки в роста наш ноготь, да, наш пальчик. Если, например, это трапеция, мы подрезаем, значит, вот так вот форму. То есть у нас должна быть, должно быть вот так вот. Авокадо, кстати, да, точно, спасибо. Если, например, у нас обычно бывает на указательных пальцах наш гипонихий прорастает, да, и, ну, удлиненное ногтевое ложе получается, точка в роста у нас вот здесь вот, да, например. И вот пальчик у нас отсюда, вот, а точка в роста у нас вот отсюда, например, да. Вот, и получается у нас удлиненное такое, вытянутое ложе получается. Соответственно, мы на форме, как подрезаем, вот у нас форма есть, мы подрезаем глубже, чтобы наша форма встала под пальчик. Вот, это то, как мы подрезаем. Следующее. Как устанавливается форма сбоку? Смотрим. Вот наш ноготь. Да? Вот, видно его. На квадрат форма подставляется чуть-чуть выше. Почему? Потому что у нас, например, вот, да, заканчивается где-то вот здесь вот длина. Наша длина ногтя должна быть, форма стоять должна так, то, что высшие точки своего натурального ногтя. Чуть-чуть повыше надо сделать. Вот, получается. Вот, да, если у нас будет длина, например, троечка, да, вот. Мы должны поставить форму так, чтобы высшая точка своего натурального ногтя была параллельно, здравствуйте, параллельно полностью. Торцу нарощенного ногтя. То есть, торцу свободного края. Вот, так мы ставим форму на квадрат. На овал, соответственно, мы ставим прямо. На овал мы уже делали, да, с вами уже, ну, когда? В ноябре, по-моему. Вот, сейчас мы с вами, в теории я примерно рассказала, да, как подставляются формы. Всем понятно все? Чтобы пирога на торцах не было, да. Да, кстати, как у нас должно стоять с торцов, получается, да. Вот, когда мы будем смотреть в арку, у нас вот эта вот часть, да, вот эта вот, она, естественно, не такая толстая должна быть. То есть, я просто нарисовала то, что, вот, как бы, она должна быть буквально миллиметр. Один миллиметр. Вот. Но самое главное, чтобы ваши, ваши параллель всегда соблюдалась. То есть, у нас должны быть здесь параллели у квадрата, да, ну, не только у квадрата. Здравствуйте. И, когда мы, получается, наращиваем ноготь, здесь у нас тоже должна быть всегда параллель. Параллель по фронтальной оси не забываем. Вот, вот здесь вот. Должна быть по фронтальной оси не по ногтю. Мы делаем параллель. То есть, квадрат это четкие параллели всегда. Да, здесь у нас должна быть параллель с фалангой пальца. То есть, мы вот этот вот торец подпиливаем. То есть, квадрат это квадрат. Если вы хотите сделать мягкий квадрат, да, не четкий, без углов, мы чуть-чуть убираем уголочки. Вот, прям чуть-чуть. Но это должен оставаться квадрат. Если, когда вот делают, например, вот так вот, завалили, да, здесь, здесь вроде как квадрат, здесь завалили такие, и говорят, что это мягкий квадрат. Это, это не мягкий квадрат. Это, получается, не до овал, не до квадрат. Потому что это либо должен быть потом уже овал тогда, либо оставлять уголочки вот так вот. То есть, квадрат должен быть квадратом. Вот. Все, давайте начинать тогда с вами. Сейчас я себе руку посиделу куда-нибудь. Так. Со светом. Что мы делаем первым делом? Мы одеваем перчатки, естественно, да? Сейчас пониже спущусь. Одеваем перчатки. Первым делом. Потом у вас должен быть антисептик. Маска всегда должна быть это на вас. Потому что пыль – это пыль. Мы свои ручки обрабатываем и обрабатываем ручки клиента. Одеваем маску. Буду делать я два ноготочка в эфире. Потом мы немножко разберем, и я уже потом модели доделаю ногти. Потому что много времени, чтобы у вас не занимать, это все равно все одинаково, все происходит, да? Вот. Так, если мы будем сейчас делать… Ну, в принципе, видно. Сейчас я чуть-чуть подвину. Вот так вот, наверное. Начинаем снимать. Сейчас немножко будет не слышно. Ну, громко, точнее. Снимаем старый материал. У нас ноготочки у самой модели, конечно, прям хорошенькие. Такие можно было бы просто укрепление сделать. Но у нас тема… Длину я убираю всегда сразу аппаратом, потому что нам длина не нужна, как я вам говорила. Вот. Это быстро и удобно. Убрали. Жалко, да, ну, друзья. Здравствуйте. Ну, да. Снимаем материал. Так, что-то… Все, украли. Вот, сюда чуть-чуть можно поставить. Так, так, может быть, мне туда не поставишь. А, ну, пусть здесь стоит. Так. Все, да? Мы с вами тут намосрили, сняли. Сейчас сразу мы убираем весь свободный край пилкой. Пилка у нас вот, ингарден. Убираем полностью все. Чтобы у нас не было вообще свободного края. Убираем толщину, потому что тут все равно толщина еще осталась, да, от предыдущего. Так, какая насечка на фрезе и сколько оборотов примерно? Оборотов где-то, ну, 15-20 тысяч оборотов, смотря сколько, ну, как вы не боитесь аппарата, если, да? Насечка синяя. Я всегда насечку беру синюю для снятия, потому что она более долговечной и снимает быстро. Если будете медленно работать, и на маленьких прям совсем оборотах, у вас будет сниматься долго и может, ну, горячо быть. Поэтому быстрее снимайте на хороших оборотах таких. Ну, вообще лучше на 20, например. Вот, мы убрали. Теперь мы берем апельсиновую палочку. Ой, у меня тут было. И отодвигаем... Пылью слетело все. Отодвигаем мы кутикулу, да? Открываем пазухи для того, чтобы наша фреза могла пройти. А внутрь, да? Вот. Мы это отодвинули. Открываем наш крафт-пакет. Аппаратный маникюр состоит из двух фрез. Вот. Это пламя и груша. Я заметила такую тенденцию, то, что можно делать шариком, например, да? Второй этап. Но шаром труднее. Не все понимают, например, да, с первого раза, как можно шаром работать. А груша, грушевидная фреза, она немножко легче в этом плане. И не надо там разворачивать кучу руки туда-сюда, непонятно куда, да? И кутикула сама срезается хорошо. Мы начинаем работать пламенем в левую сторону, потом в правую сторону, выворачиваем кутикулу. И уже потом будем срезать. Сейчас это все мы посмотрим. Так, видно? Немножко надо мне... Сейчас я немножко подвину этот... Немножко не так стоит, мне неудобно. Вот так вот, наверное, надо поставить. Угу. У нас как раз хорошая кутикула такая. Прям очень все будет видно хорошо, как чистится. Не забываем сразу боковые валики чистить. Все 10 пальчиков в одну сторону, и все 10 пальчиков потом в другую сторону мы работаем. Сделали 10 пальчиков, и поменяли реверс. Теперь мы идем на реверсе. Сначала мы работали на форварде. Сейчас мы... Мы убираем полностью сейчас птериги с ногтя, и получается под кутикулой. Освобождаем наше пространство внутри. Внутри, да? Под кутикулой. Счищаем с ногтя немножко птериги, в любом случае. И боковые валики чистим сразу же пузиком. Вы фрезой касаетесь только кожи или ноготь тоже цепляете. По ногтю вы должны работать, потому что если вы не будете работать по ногтю, вы не чистите птериги. Но не надо давить, надо просто гладить ноготь. Потому что фреза, она сама все уберет. У вас не должно быть звука сверления зубов. Если у вас есть звук сверления зубов, то тогда вы, значит, пропиливаете весь ноготь. И должны быть плавные, красивые движения. Никаких вот резких движений не должно быть в маникюре. Лучше старайтесь сделать подольше маникюр. А если у вас будет хороший маникюр, у вас покрытие там потом ляжет само. Поэтому покрытие меньше времени как раз так и уйдет. Вот, мы боковые прочистили. И что мы делаем? Мы поднимаем пузиком немножко кутикулу, выворачиваем. И сразу смотрим. Как раз у нас здесь открылось немножко. И видно то, что еще осталось чуть-чуть. Вот, если смотреть на пальчики у нас получается, да, мы вывернули кутикулу. Сейчас мы берем грушевидную фрезу. И работаем на форварде. Пламя не синяя фреза, пламя красная. И груша тоже красная. Я считаю то, что красными намного... Красной насечкой лучше, потому что они подходят хотя бы всем. Лучше заменять чаще фрезы, чем работать там синий и можно порвать. Вот, начинаем мы с бокового валика. Чуть-чуть разворачиваем ручку. Открываем пазуху, да, боковой валик. И получается фрезой довыворачиваем. Вот у нас как должна встать кутикула. И потом начинаем срезать. Не горячо, нормально? Вот, видите, она как срезается. То есть у вас должна срезаться, она по сути, как бы, так же колбаски, как вот классику делали. Вот точно так же, по сути, она должна срезаться. Вот мы сняли. Эфир сохранится, да. Обороты, где-то тоже 15 тысяч оборотов. Какой фирмы фрезы? Фрезы покупайте любой фирмы, в принципе. Ну, главное, хороший, конечно, не дешевый. Не забывайте всегда счищать пыль. Потому что, если вы не видите, ну, то есть пыль будет, да, вот, вы можете поранить человека. Вот, срезается, как она. Ой, ей куда-то убегает фокус. Тут чуть-чуть осталось. Все, мы зашлифовали сразу. Аппарат у вас должен... Какой фирмы аппарат и какая у него мощность? Аппарат у вас должен быть мощностью не менее 50 ватт. Вот, и ручка 35 тысяч оборотов, да. И мы сейчас проходим все третий этап. Это мы дочищаем. Точно так же, как и на первом этапе, мы прочищали, вот, получается, потерили. Так как мы сейчас срезали кутикулу, она у нас, получается, открыла пазухи еще больше. И мы еще раз проходимся. И заодно мы шлифуем весь наш срез. Вот так вот. Насечка у меня все-таки синяя. Девочки, насечка у меня красная. Вот, смотрите. Это в сухожаре, они все всегда начинают, ну, как бы, несколько раз, когда ими проходишься, они темнеют. Это красная насечка. Вот, видите. Главное, хорошие фрезы покупайте, девочки. Тогда там красная будет. Вот, отсвечивает просто, скорее всего. Вот, видите, там еще немножко оставалось то, что вот мы изнутри еще почищаем. Выбираем тут боковые и шлифуем поверхность. Меняем на реверс, а на бортовую стала, да. И проходимся изнутри. Видите, вот, получается, у нас пазухи открываются еще лучше, и ваше покрытие там, то есть, если вы сделаете хороший аппаратный мимикюр, покрытие у вас будет идеальным. Ляжут само, никаких зателков не будет. Ну, если, естественно, вы не будете там тонну лака засовывать под кутикулу, аккуратненько все будете работать, то тогда у вас все отлично и хорошо будет ложиться. Все, маникюр мы сделали. Маникюр мы сделали с вами, девочки. Теперь, для того, чтобы поставить форму, перчатки надо снять. К сожалению, потому что перчатки приклеиваются к форме, и в итоге у нас там все, ничего не прилипнет, не встанет куда надо. Сейчас я возьму форму. Ой-ой, извиняюсь. Ой! Током добьюсь тут я. Ставим лампу. Мы сейчас это закроем, чтобы у нас фокус не уходил никуда. Эфир сохраним, конечно. Так. Так. Дальше мы начинаем подготавливать нашу ногтевую пластину. Все, как обычно. Вот вы... Сколько примерно в идеале должен занимать маникюр по времени? 15-20 минут в идеале. Лампа Sun. Как у всех людей практически. Она мне нравится, хорошая такая. Вот. Мы берем обезжириватель, обезжириваем ногтевую пластину. Хорошенечко проходимся под кутикулы, там, где мы чистили, потому что там может остаться пыль. Вам надо обязательно все убрать. Чуть-чуть. Удобней? Да. Вот. Обезжириваем. Берем праймер, да, это дегидратор, получается, в разных фирмах по-разному. У нас праймер называется. Его можно и на кожу, и везде. То есть мы высушиваем дополнительно ногтевую пластину, но это не кислотный, да, и поэтому он не высушивает бешено, как раньше. У меня, когда ногти сгрызаны, кутикулы очень много, все в красных заусенцах, тогда очень долго я вожусь, минут 40, наверное. Ну, наверное, тогда, если у вас заусенцев там будет много, и все это сгрызано, конечно, будет тяжеловато сделать маникюр. Но в идеале все равно, то есть, как бы, если вы делать будете правильно аппаратный маникюр, у вас никогда вот таких заусенцев не будет. То есть, если правильная зашлифовка, и вам ничего там грызть не надо будет тогда. Дальше мы берем бондер, двусторонний скотч, да, сцепка между натуральной ногтевой пластиной и искусственным материалом. Много его нельзя, потому что, если вы сделаете его много, будет обратная реакция, наоборот, то, что у вас все отслоится, если вы положите много бондера. Все. Дальше мы берем биотоп. Да, это получается как база. Ингарден, праймер и бондер. Объясните девочкам разницу по отношению к другим фирмам. По отношению к другим фирмам я вам не могу, ну, как бы, объяснить. Вот я говорю то, что праймер – это как дегидратор, они во всех фирмах одинаково, ну, то есть, называются дегидратор и дегидратор, да, это высушивание ногтевой пластины, да. Бондер – это как двусторонний скотч. По отношению к другим фирмам вы там сами уже смотрите. То есть, в таком простонародье, получается, вам нужен дегидратор, а потом двусторонний скотч, да, сцепка. Вот, все. Каким цветом насечка для зашлифовки? Я не зашлифовываю ногти, потому что у меня вот первая фреза, которая пламя была, я ей же и шлифую. Она красная насечка. Корунтовым шаром можно? Да, можно. Если, конечно, у вас кутикула не плотная, вот, либо цвет корунтового шара тоже надо смотреть. Ой, Господи. Вот. Что мы делаем? То есть, мы сделали праймером-бондером, да, и потом наносим как базу. У нас, получается, он закрепляющий базовый гель для гель-лака. Но почему мы его используем? Потому что у него очень хорошая сцепка с натуральной ногтевой пластиной, поэтому мы используем его. Мы наносим базу. Не запечатывайте торцы этого не надо, потому что у нас же наращивание. Тоненьким слоем. Много не надо наносить. И в лампу на минутку. А, я не включила ее. Такая молодец, да? И в лампу. Так, и на минуточку в лампу. Пока отвечу. Бондер у других фирм называется праймер или ультрабондер, да. Такое тоже есть. У разных фирм по-разному все называется, девочки. Самое главное знать, что вы покупаете. Может, может, назваться праймером, да, он будет. База жидкая, да. Эта жидкая база специально как раз-таки для тонкого слоя. То есть, это не для выравнивания. И плюс она же топ идет. То есть, и база, и топ она. Берем мы формы, да, снимаем. Язычок оставляйте, он не нужен нам. Разрываем перфорацию. И сейчас мы будем примерять с вами. Подходит она от точки в рост, тогда точки в рост или нет. Всегда должны быть на готове у вас ножницы. Ножницы должны быть заточены хорошо, для того, чтобы ваша форма не рвалась, да. Что мы делаем сейчас? Начинаем примерять. У нас, я вот, ну, как бы, наращиваю уже давно. Я сразу вижу то, что у нас глубокие, получается, точки у роста. Глубоко у нас идет. Вот, я даже вот так вот примерю. Смотрите, видите, есть зазор. Вот. То есть, мы, если поставим форму то, как нам надо, у нас вот здесь вот маленький зазор. Его не должно быть. Липкость с базы не снимаем. Поближе можно. Вот, сейчас поставлю форму то, как нам надо будет ее поставить. Да? И вот, видите, у нее зазор. Поближе, может быть, камера сделать. Сейчас я вам приближу. Так, так, чуть-чуть надо будет. Вот так вот боком. То есть, вот мы поставили. У нее разросшихся гипонихий изнутри получается. Ногтевая пластина, соответственно, увеличилась. Кстати, вот это вот классно для грызунов. Когда вы делаете, ну, грызуны приходят, вам нужно нарастить им. Почему? Потому что, когда длинные ногти изнутри, гипонихий, ну, разрастается, получается, под ногтем. И ногтевая пластина увеличивается. Соответственно, в течение года, если будет, например, грызун наращивать ногти, то тогда у нее будет хорошая, красивая, натуральная ногтевая пластина. Вот, соответственно, потом ей можно будет делать просто гель-лак, либо гель, ну, укреплять. Это уже зависит. Что мы делаем сейчас, да? Тогда мы начинаем вырезать. Мы начинаем сначала вырезать глубоко, вот так вот, да? Чтобы наша форма могла встать. Чуть-чуть тут нет. Неровненько. Нам надо вырезать, чтобы она была глубокая, чтобы мы могли подставить ее под ноготь. Чуть-чуть еще не хватает, буквально маленького-маленького миллиметрика, чтобы подставить хорошо, чтобы от точки в роста до точки в роста именно стояла, как я вам говорила. Когда вы это в работе уже будете применять, вы уже будете знать, как что делать. Вот, она встала, видите? От точки в роста до точки в роста, она встала. Теперь мы намечаем себе, где надо подрезать, чтобы у нас была арочка. Наметили. Это мы намечаем насечки. Они находятся в точках в роста. То есть вы вот поставили форму, и у вас она стоит от точки в роста до точки в роста. И вы должны наметить себе насечки, чтобы вот так вот разрезать, да? И когда мы будем подставлять форму, она у нас встанет правильной аркой, соответственно. Мы подставляем. Вот. И склеиваем ушки наверху, да? Вот так вот. То есть все нормально. Если так. Соответственно, если у нас уже все, форма встала, все хорошо, подрезать не надо. На второй форме покажу, как резать, если не видно было. Мы склеиваем низ ушек, да? У нас должны они склеиться стык в стык, идеально, ровно. Вот. Да? Чтобы ровненько было, чтобы носарочка была красивая. Единственное, я уже поляпала эту форму. Хорошенько, она у меня начинает расходиться. Вот. Вот. Мы ставим и приклеиваем ушки. Чтобы ровно, стык в стык она стояла у нас. Форма. Чуть-чуть ее надо поставить ровненько. Натягиваем немножко. Расклеивается. Вот. Мы ее поставили и приклеили хорошенечко. Чуть-чуть она вниз ушла, потому что, я говорю, она у меня расклеивается. Все. Я ее наляпала, пока тут вам показывала, рассказывала. Давайте следующую я сейчас подрежу сразу, чтобы не ляпать. Вот такие вот бывают формы, которые мы сразу до двоечки срезаем ее. Проверяем. Насечки сделали себе, примерно, да, наметили. Склеиваем. Вообще, бывает то, что форма, если так не клеится, степлером начинают склеивать их снизу. Вот. Мы подставляем форму. Надо расслабить ручки. А то у нас ручки куда-то убегают. Вот. Вот она у нас встала. Да? Вот где она у нас встала. Вот. Она у нас встала. И что мы делаем? Надо расслабить ручки. Что мы делаем? Мы делаем дальше. Мы берем конструирующий гель. Это вот, да, гель-смола. Вот. Глубая гель-смола. Да, степлер я уже давно... Ну, бывает иногда берешь формы, они какие-нибудь такие, ну, не особо хорошие, да. И вот мы степлером так делали. Берем мы дальше наша кисть, да, вот, кисть для геля. Она вот настолько тоненькая, идеальный лепесточек вообще такой какой-то. Берем наш гель, да, и выкладываем длину уже. Как мы выкладываем длину? Мы разговариваем, естественно, с клиентом сначала, да, вот какую мы длину хотим, еще что-то. И мы сделаем, наверное, такую же, мы покороче же, да, будем делать потом ногти? Ага. Мы сделаем где-то полтора, полтора квадратика. Что мы делаем? Мы берем каплю, да, и начинаем сразу выкладывать длину. И выкладываем мы хорошенечко, вот, тоненьким слоем, вот, надо чуть повернуть, вот, мы выложили. Мы сразу делаем хороший квадрат, девочки. Мы делаем сразу параллели, продвигаем. То есть, наш гель должен доходить до точки в роста. Вот. прошлись. Надо чуть-чуть повернуть. Мне. И здесь точно так же, чуть-чуть мы заходим. Мы делаем, как бы, подложечку, да, небольшую. Ай, убежала форму. тоненько проложили подложку и в лампу. Аккуратненько не нажимай. Мы сушим. Под ноготь форму, если ставить, потом ступенька будет, встык с ногтем же ставить, чтобы без ступеньки. Так у меня встык и стоит. Мы же не прям под ноготь ставим форму. Мы ставим встык. Поэтому мы убираем всю длину ногтя, для того, чтобы мы могли форму так поставить. Она у вас изначально не поставится прям под ноготь, потому что как бы нет длины, чтобы потом ставить. Есть пока какие-то вопросы еще? Пока у нас сохнет. А если эти вытачки не делать, то тогда у вас не будет хорошей арки. Теперь мы как снимаем? Вот, видите? Снимаем хорошо. Она досохнет, получается. Ну, у нас все просохло, все хорошо, все нормально. Ой, у меня волосы залезли. Вот. То есть ваша подложка готова, да? Вот, арочка у нас есть. Ой, как-то надо мне. Вот так вот, да. Вот, есть арочка. Но мы еще будем немножко поджимать. для того, чтобы у нас потом эта арочка была очень красивая. При коротком ногте всегда встык. Всегда встык надо. Теперь поняла, почему у меня снизу ступенька получилась. Здорово, идеально. Спасибо. Сейчас мы сделаем второй ноготочек, да, сразу. Немножко мы чуть-чуть сюда. чуть-чуть вот так вот делаем, чтобы у нас форма стала. Мы опять смотрим, да? У нас опять же как раз-таки надо подрезать. Но здесь не так глубоко надо подрезать. Вот, подрезаем мы чуть-чуть. Сделали. Делаем насечки небольшие. Примерно. Вот я ногтем их все время делаю. В принципе, мне достаточно. Я потом вижу их на форме, где я сделала насечки ногтем и там уже подрезаю. Подрезаем мы по диагонали, не прямо, потому что если прямо мы подрежем, у вас ничего не сойдется. на каком этапе поджимать и сколько времени держать, это я вам покажу. Какой гель для наращивания вы используете, его можно приобрести в нашем магазине. Да, конечно, можно приобрести в нашем магазине. Подложку я выкладываю гель смолой. Сейчас сфокусируется. Вот, гель смола у нас, да, голубая. Это строительный гель. Он однофазный. Вы можете его и укрепление потом делать с ногтем, ну, как бы на натуральном ногте. Вот. А потом будем выкладывать мы архитектуру саму моделирующим гелем. Тоже вот у нас, да, как бы это камуфлирующий будет. Свободный край убирается в ноль, чтобы вообще не было, тогда ступеньки не будет. Ну, вот я, да, сейчас вот говорила об этом. Скажите, пожалуйста, у формы подложку бумажную именно наизнанку. Я вообще подложку бумажную не делаю. Смысла в ней не вижу вообще никакой. Если формы хорошие, например, да, ну, если даже не склеивать, склеиваю, основа у них нехорошая, берите плотные просто формы. Плотные формы, там никакой подложки бумажной не надо. мы опять склеиваем. Вот. Раньше вообще трубочками наращивали. Ну, трубочками, конечно, делали раньше этот арчное моделирование. Вот. Мы подставляем. Опять, видите, он встык. Я не под ноготь ставлю, встык. Ушки цепляем. Всегда проверяйте, правильно ли вы поставили форму, переворачивая ноготь и глядя... Нет, не так. Глядя... Сейчас покажу, как. Несколько раз так не поклеишь. Вот. Вот. Стало. Вот. Мы проверяем, переворачиваем ноготь, как бы на себя смотрим. Вот так вот. Ровно или неровно мы поставили, чтобы у вас был, ну, по фронтальной оси прямо он стоял. Правильно, как надо. Вот. И сравниваем мы с предыдущим ногтем, чтобы мы по длине одинаково сделали. И выкладываем опять квадрат наш. У нас ногтевое ложи здесь короче, чем у среднего ногтя, поэтому свободный край у нас выходит получается больше. Опять мы до точек в роста доводим, выкладываем квадрат, выкладываем, стараемся ровненько, чтобы у нас не надо поворачивать, чтобы у нас не надо было пилить потом много-много. Сейчас. Чтобы много-много потом не пилить, мы с вами выкладываем. Самое главное у вас должно стоять от точки в роста до точки в роста. Это вот прямо такое правило, и ваша параллель должна тоже идти по фронтальной оси. Мы выкладываем подложку сначала строительную вот этим конструирующий гель смола прозрачная. Дальше мы будем выкладывать архитектуру уже камуфлирующим розовым гелем. Он красивого оттенка френч прям идеален с ним. Как выкладывается архитектура? В салонном моделировании сразу, например, если брать, то вы же выравниваете ноготочки базой. У вас архитектура идет... сейчас я вам покажу нарисую. У вас получается какой бы длины ноготь ни был, у вас должно быть от торца до свободного края правильная архитектура. то есть он должен быть с высшей точкой в серединке. В основном так происходит. Но если, например, у вас длина очень длинная, то смещается немножко у нас высшая точка ближе к кутикуле. Здесь кутикула, например. Вот. Для чего это? Для того, чтобы когда ноготь будет отрастать длинный, у вас будет архитектура меняться естественно и у вас сломается ноготь. Не надо прям сильно не здесь, конечно же, делать его там, высшую точку, а где-то чуть ближе к кутикуле от своего, от середины получается. В общем, так же, как и выравнивание делаем. Вот. Снимаем мы подлышку, да, форму и начинаем выкладывать архитектуру. Сначала мы промазываем тонким слоем. Промазываем тонким слоем. Так же, как и базы вы все делаете. Все то же самое. Соответственно, в этом проблем никаких не должно быть, если вы хорошо все делаете. Берем каплю. Берем каплю и начинаем распределять гель круговыми движениями, потому что гель, он гуще, чем базы, да, для гель-лаковой, да, базы, он гуще, и надо его распределить немножко по-другому. Поэтому мы возле кутикулы и на боковых валиках мы сводим естественно материал на нет. вся основная масса это естественно в серединке здесь мы уже вот так вот проходимся вы можете взять сразу одной каплей выложить это ускоряет но я просто выкладываю чуть-чуть понемножку чтобы вам медленно показать чтобы у меня никуда не утекло так я обычно одной каплей выкладываю сразу же быстро-быстро когда работаешь вот и вот видите он в принципе сам выравнивается уже по сути если вы правильно выкладываете гель промазывается он сам будет у вас переворачиваем так же как и обычно делаем архитектуру вот если посмотреть сбоку он примерно вот так вот должен выглядеть проверяем примерно у нас и отправляем в лампу клиента и говорим когда начинает сжечь мне отдаем пальчик если человеку не жжет считаете где-то до 10 смотря какая у вас лампа вот потому что человек может не жечь жжет вот если жжет все мы берем и где точки вроста начинаем поджимать прямо прямо если у вас есть пинцеты можете пинцетами обратными то не то не мы сейчас вылетели потому что у нас прошел уже час девочки по поводу там кто говорил затек не затек это не затек это было то есть гель он распределялся мы сейчас его поджали и все хорошо стало вот смотрите вот арочка модель все крутится вот арочку сделали да и сейчас еще раз буду показывать сейчас все подойдут еще а что за гели цена гель камуфлирует 15 грамм 990 по моему стоит девочки сейчас на новогодние скидки посмотрите может быть на сайте как раз таки поджим не увидели я поняла да я эфир то оставляю поджим сейчас я на втором ногте покажу потому что у нас закончился эфир час прошел поэтому я там покажу здравствуйте коллеги чуть-чуть еще подождем потому что все прибавляется прибавляется у нас кисть вот карты для геля специально вот она мне очень нравится она очень тонкая по размеру очень подходит почти внутри то есть по всем ногтям проходится она как четверка так ну все давайте я дальше буду продолжать тогда мы опять выкладываем тонкий слой все ровненько по длине показалось то что по длине и сделал если кстати вы например сделали ногти да вот ну подложку уже выложили на всех ногтях и видите то что один ноготь у вас длиннее получился чем все остальные что можно сделать чтобы не пилить километр потом геля во первых экономика должна быть экономной чтобы вы не тратили гель свой да и во вторых чтобы не было много времени затрачено да вы можете взять те же ножницы которыми вы работали с формой да то есть соответственно я им вам говорила то что должно быть должны они хорошо заточены быть подложка у нас очень очень тонкая и вы можете отрезать длину которая вам не нужна а потом уже выкладывать архитектуру ногтя берем мы каплю возьму сейчас я вам побольше сразу и начинаем выкладывать архитектуру круговыми движениями проходиться вы должны везде то есть гель должен находиться везде у вас и распределяем уже его по длине ногти толщины и не должны быть самое главное правильная архитектура если вы сделаете толстые ногти вам под придется потом пилить либо это будут такие горбуны которые клиенту не понравится и она скажет ну чё это такое что за не похожие на натуральные ногти вам видите он практически сразу выложился ничего бывает так мы опять перевернули до выравниваем как вы базы вот выравниваете точно также гель очень хорошо выравнивается самостоятельно то есть он чуть гуще чем ну там базы хотя кто смотря кто какими базами работает конечно но если с нашей сравнить то есть это чуть гуще чем вас есть вам надо выложить очень хорошенечко все сразу идеально для чего для того чтобы в лампу для того чтобы вам не надо было много пить потом мы выложили сейчас будет горячо да когда либо там на 10 секунде если у вас там сан хороший какой-нибудь да там если не горячо мы берем и поджимаем если у вас говорю есть пинцет можете пинцетами но мне можно и ногтями я ногтями привыкла поджимать вот вы поджимаете чтобы была красивая арочка вот и обратно в лампу мы уже досушиваем ногти досушиваем и минуточку можно чуть подольше потому что бывает такое то что выложите например много ну например гель не просохнет либо там может быть клиент например положил руку неправильно либо она вот так вот положила не распределила пальцы до в растопырку а вот так вот положил или боковые части могут просто не просохнуть вот и все поэтому лучше можно минутку а потом еще секунд 30 пусть она посидит ничего страшного потому что у нас 30 секунд в принципе роли не сыграет пока мы в это время прибираемся на столе от этих форм и всего непонятного что у нас тут валяется например вопросы пока задавайте если есть зажимами не пользуюсь да потому что вот я поджала да получается и вот наши арочки они как бы сейчас сфокусировать сейчас мы немножко сделаем вот как-то вот так вот вот фокусируйся не хочет фокусировать то есть они сами встают вы поджали а потом в лампу так у меня после поджатия все можно это у меня после поджатия раскрывалась в лампе арка это происходит потому что вы недостаточно долго ждали не вне лампы то есть вы когда поджали вода пинцетом либо пальчиками вы должны где-то секунд 10-15 подождать зафиксировать чтобы гель у вас застыл получается сразу скажите пожалуйста почему гель отходит от базы смотря так а какой гель если у вас наша же вся полностью продукция отходить не должно быть вот либо вы базу могли не просушить либо на могли гель не просушить но до конца мат этого может отходить гели цена вот гель такие рабочие гели эти если что показывают вот подложку выкладывала я конструирующим гель смолой прозрачный вот архитектуру мы выкладывали камуфлирующим розовым гелем они стоят 990 по моему 15 миллилитров зайдите на сайт посмотрите так классно получилось видно все она все хорошо тогда давайте дальше мы будем продолжать с вами что мы дальше делаем дальше мы убираем липкий слой сейчас самое интересное осталось всего лишь что нам подпилить получается длину да вот то что вот у нас там всякие зазубринки такие непонятные если хоть и нет здравствуйте вот мы убираем липкий слой липкий слой мы убираем всегда вниз до к себе точнее вниз к себе дальше мы намечаем себе как а базу какую на ноготь база была у нас вот закрепляющие базовый гель для гель-лака почему для гель-лака потому что сцепка для гель-лака лучше вот она у нас биобаза такая хорошая довольно таки что мы делаем мы сначала начинаем 1 2 3 до начинаем мы ставить по фаланге смотрим свободный край мы подпиливаем торец гель-лака девятьсот девяносто не девяносто скажите пожалуйста почему после наращивания ногтей на форму при опиле начинается отслаиваться от кутикулы у вас может быть скорее всего очень толстый слой возле кутикулы от этого он может и отслаиваться вот скорее всего так либо да не просох либо вот ну толстый слой кутикулы как раз так вот он может и не просох кстати вот мы подпиливаем торец да мы делаем вот квадрат четкий квадратов мы должны прослеживать с фалангой если мы этого не видим либо слишком тонкий наоборот сделали мы если мы не видим правильности ну как бы квадрата вот мы переворачиваем вот так вот и смотрим ровно или неровно плохо почистили толстый слой кстати да может быть и плохо почистили я чего-то об этом даже не подумала просто сейчас аппаратом когда работаешь такое ощущение то что ему уже не может быть такого чтобы плохо почистили птериги дальше что мы делаем наша пилка да вот она фронтальная ось мы начинаем подпиливать боковую сторону параллельно фронтальной оси . у нас должна стоять пилка ровно параллельно фронтальной оси не с другой стороны точно так же подпилили вот то есть мы сделали квадрат четкий так при укреплении отслаивается свободный край плохо запечатываете и возможно просто клиентка еще скребется но и вообще квадрат он носится хуже чем овал элементарь подскажите пожалуйста можно в качестве основы под конструирующий гель используют базу идеальные ногти лучше не стоит потому что база идеальные ногти очень плотная она именно для выравнивания подходит вы можете вообще в принципе использовать только гель-смолу потому что у нас однофазные гели вы можете просто гелем даже делать под но как бы в базу просто я люблю именно вот гель-лаковую базу опытный это под базу вести дальше мы смотрим смотрите у нас провисает получается до вниз такого не должно быть то есть у нас должна быть параллель уже с продольной осью и мы ставим пилку и начинаем убирать то что у нас стоит видите получается вот поднимаем наш клювик тоже до его этого клювика не должно быть и с другой стороны то есть никаких зазоров как раз таки вот не будет видите вы там говорили то что он там где-то затек не затек это не затяг был это то есть от точки в ростов просто он вниз сполз вот мы его подпилили теперь что мы делаем у нас есть толщина вот здесь вот получается вот мы если смотрим на ноготь да у нас вот здесь вот толщина да немножко здесь вот мы это уже все убираем убираем мы пилкой опиливаем чуть-чуть мы опиливаем только вот аккуратненько красивенько за чтобы тоненькая вот видите мы все сделали сверху можно ничего не подпиливать сейчас мы встряхнем наши ноготочек вот-вот наш квадратик красивенький фрезой ну там выпиливать то фрезой ничего не надо если коррекция конечно делаем когда-то тогда дарка фрезой надо выпиливать а так если вы форму правильно подставили у вас там ничего выпиливать изнутри не надо будет дальше мы сравниваем а то есть если например мягкий квадрат человек хочет да мы немножко в мельких квадрата мы немножко убираем уголочки потому что человеку будет немножко не уютно вот немножко убрали мы уголочки и сразу же будет все хорошо ничего цепляться не будет сравнили . и опять же начинаем подпиливать вставим параллельно здесь ой куда-то бегает на дрослать кинушку здесь ставим параллельно сбоку снизу точнее мы уже начинаем выбирать здесь сбоку чуть-чуть вот про поставили проверили ровно не ровно стоит ли от компания рунел однофазным гелем пользуются спустя две недели отславится наращенные ногти а у меня половина хорошо носится 1-2 отславить ну это вы решайте сами что если вас устраивает то что они отслаиваются работайте дальше если не устраивает то меняйте гель быстро четко и ровно да согласна потому что но это потому что правильно правильно поставили форму это правильную архитектуру сразу выложили все ничего большего там делать не надо ваши ноготочки самое главное следите чтобы ваши ногти не бочковали ну то есть не были как бочонок потому что в основном проблема кстати вот в этом и бывает когда делаешь квадрат он получается как бочка бочка такого не должно быть потому что как бы квадратом есть квадрат вот выложили а в чем причина такой маленькой веноски этих гелей ну я не технолог рунелла не могу вам сказать почему они так носятся может быть мало ли там может быть у вас неправильно что-то там происходит эфир сохраним да конечно дальше что мы делаем мы вот отпилили и нам надо обязательно забавить это потому что мы будем сейчас рисовать с вами френчик и забавили весь ноготочек мягким бафом потому что от пилки все равно есть зазубринки стряхнули все и перед тем как делать покрытие либо френч либо все что угодно что вы хотите делать а у кутикулы они когда отрастут не будет бугорка а какой бугорок то может быть они в архитектуре все правильные то есть у вас же здесь все на нет уходит вот то есть он никакого бугорка а девочки все может быть просто на видео как бы так это кажется в общем стряхнули мы пыль дальше что мы делаем мы обезжириваем ноготь всегда нам надо обезжирить ногти потому что ваше покрытие если вы на пыль положите у вас отслоится все дальше мы делаем что мы берем гид краску белую самое большее количество материала всегда возле края делать не возле края в серединке если вы так брать если от начала до конца ногти от кутикулы до свободного края то у вас серединке должно быть не возле края нет не надо возле края делать у вас если возле края будет большое количество материала у вас просто все напросто вниз упадет и все отслоится и еще сломается вдобавок потому что у вас не будет архитектуры и все не надо ближе к краю по центру серединке не надо ближе к в общем смотрите дальше у нас френч да красочка миленькая и я рисую френч тонкой кистью вот тоже ингарден тонкая кисть подскажите пожалуйста зачем под однофазный гель наносить базу я не наношу и все отлично носится база обязательно нет не обязательно просто говоря то что я не знаю ну как бы у нас гели до однофазные и просто мне комфортнее работать когда я наношу базу потому что у меня не ну то есть он подложка никуда не утекает ничего то есть мне мне так комфортно если вы вкладываете все однофазным делайте однофазным не обязательно базу под однофазник просто вот я вот люблю так работать мне нравится когда сначала база лежит а потом уже все лепим дальше дальше что мы делаем мы берем нашу красочку она вот прям беленькая беленькая прям такая размешиваем чуть-чуть потому что там это краски у них есть масляная такая немножко снова и как мы рисуем френч все очень понятно спасибо большое пожалуйста тоже про базу интересует а какой фирмы и модели у вас аппарат у меня есть разные девочки мне несколько аппаратов у меня есть и стронг есть смарт они по сути практически одинаковые вот я говорю самое главное аппарат надо чтобы был больше 50 ватт ну лучше 64 да и 35 тысяч оборотов тогда вам все будет вполне нормально что мы делаем френчик как рисуется да усики у нас идут вот у нас смотрите точки в роста одна выше другая ниже мы рисуем по нижней высоко вот так вот задирать нам френч не надо да если знаем что дизайн это френч нельзя выложить сразу подложку камуфляжем нет мы сделали подложку прозрачным вы можете сделать подложку камуфляжем сразу можно все можно делать это однофазные гели девочки я просто вам показываю вариант того то то как работаю я ну мне так проще потому что во первых да это привычно как то вот так вот уходит вот можете сразу это выложить если гель краска без липкого слоя то топ с липким слоем нужен у меня скалывается с улыбки топ так как и гель и топ без липкого слоя гель краска под топ должна быть с липким слоем девочки вот если вот у нас вот цветной гель без липкого слоя да вы можете попробовать ну как бы я перекрываю без липкого слоя у меня все нормально держится если у вас не держится может быть что то как то не так запечатывается мы вот попробуйте топ с липким слоем нанести но у меня все держится все хорошо вот потому что вот цветной гель без липкого слоя он носится давайте мы будем с вами рисовать уже френчик вот он у меня тут я сначала что я тут так много этого краски на кисть нанесла я сначала намечаю себе ширину франча да вот ширину франча потом намечаю усики где у нас будут пример вот когда вот например да если вы еще не умеете френч рисовать рисуйте вот так вот вот и здесь точно так же самое главное что с френча он должен быть симметричен полностью вот нарисовали то есть ваши усики должны быть получается показать как набираю краску вот вот чуть-чуть видите по чуть-чуть набираю потому что много у вас может сразу потечь вот дальше мы закругляем делаем красивый овальчик и вот у вас должны быть вот вот прям тоненькие и авангарден нет своих акригели нет акригелей нету и здесь точно так же закругляем делаем овальчик чуть выше здесь поднимаем когда вы видели то что улыбка у вас вам нравится например да смотрите сверху вы уже можете дальше закрашивать здесь свободный край можете взять кисть например потолще какую-нибудь да а я не любимся хорошие рука трястись началась очень странно потому что тут и одновременно читаешь и смотришь и все делать пытаешься если у вас скатывается вниз куда не до слишком много гель-краски взяли уберите лучше лишние и вторым слоем пройдитесь потому что будет как бы бочковать получается лучше дать потом нарисовать вот наш френчик лапу подсушиваем где-то 30 секунд и на уже на втором да но когда и делаете например да вы же полностью все 10 пальчиков делать и никак я два пальчика меняете конвертным способом сделали мизинчик в лампе сушится делаете другой но мизинчик другой руки и то есть и меняете вот так вот ручки в лампе и у вас там все просохнет все хорошо все будет замечательно самое главное еще когда вы сравниваете с ногтем у вас должен должен френч быть одинаковый везде то есть у вас по ширине он должен быть примерно одинаково то есть намечаете опять себе где-то чуть ниже чем у предыдущего потому что там вдруг нечаянно закосячиться куда-нибудь надо будет повыше сделать опять заваливаем все очень тоненько у меня руки не тряслись уже наверное лет так не знаю много сколько вела это просто после новогодних пилов девочки руки еще не пришли в себя так если чуть-чуть на косячили мы стираем прорисовываем еще раз убегает если кисть куда-то бывает такое то что рисуешь и рисуешь френч рисуешь и рисуешь все многоточки прям классно все получилось все замечательно все отлично один ноготь там вот сидит и никак не хочет нарисоваться бывает такое по ходу мне сейчас указатель не хочет рисоваться прорисовываем все не забывайте тоже то что торцы надо прокрашивать потому что клиентам очень нравится когда френч полностью прокрашен с торцами совсем-совсем чтобы он был яркий четкий еще на свете и он нарисовался только по ходу шире нарисовался вот так вот бывает не понравилось и стираем заново рисуем если ноготь явно асимметричный то сложно конечно поэтому вы когда например даже базы выравниваете вы должны выравнить так чтобы у вас ноготь был вообще не асимметричный и подпиливать вы должны тоже по фронтальной оси усики на месте все на месте усики вы должны сделать тоненькие их не должно быть видно как то что то есть они должны быть прям уходить на нет и прокрашиваем и вот тоже ранчик нарисовали в лампу а потом они этими торцами они любят сковородки почистить да это они тоже любят согласна ну и дальше естественно вы покрываете потом топом ну топом уж можно не показывать как делать потому что мне еще пилить надо будет тут с моделью сейчас я переключу на себя с вами поговорю как вы относитесь к укреплению акриловой пудрой нормально умножусь хорошее укрепление у меня есть одна клиентка с укреплением акриловой пудрой потому что она вот прям никак не хочет у нас выравниванием заниматься ну то есть я как не пыталась даже тоненько даже что-то она не хочет вот а носятся ноготочки конечно не ну тоненькие и надо чем-то укрепить акриловой пудры пожалуйста конечно ей лаком белом тоже можно френч нарисовать можно рисовать гель лаком белом конечно в любом случае вот я просто на гелевых ногтях почему-то привыкла всегда красками рисовать а это наверное еще с былых времен давайте поговорим сейчас чуть-чуть где-то сейчас сколько время у нас 11.30 давайте минут 10-15 поговорим с вами отвечу на вопросы на какие вам интересно и дальше продолжу мы модели делать ногти выложу потом то что получилось результату выложу на своей страничке ингарда нижнее подчеркивание чебоксары вот там выложу если кому-то будет интересно заходите смотрите какой результат получился у нас мой лично у меня вот есть ингарда нижняя подчеркивание чебоксары там у нас все работы сейчас я вам напишу его подписывайтесь так на нарощенные ногти или укрепление пудры нужно ли носить базу под гель лак когда вы укрепили все ничего не надо привет шпаксар привет наносить базу перед покрытием гель лаком не надо базу нужна для чего базу нужна для того чтобы у нас сцепился натуральный ноготь вот перед покрытием с натуральным ногтем именно с искусственным материалом база не нужна еще какие то вопросы надеюсь вам эфир понравился надеюсь было все понятно и интересно как получилось что получилось как мы делали вот отрабатывайте скидывайте свои работы можете мне скидывать я вам буду говорить там какие то может быть ваши нюансы которые не получаются я вам поясню что помогу всегда пожалуйста эфир вам спасибо что вы смотрите нас подписывайтесь ко мне и вообще смотрите прямые эфиры выкладной вы делаете френч делала но выкладной френч в основном как бы не хотят но это долго во первых да во вторых это дорого потому что и каждое ваше время должно оплачиваться то есть соответственно выкладной френч это больше затрат времени больше затрат вашей энергии соответственно это дороже и ну в каких конечно городах по разному но в чебоксарах этого не делать эфир сохранил да там все интересно было здравствуйте сохранить сохранить эфир там предыдущий тоже еще был если например да вот еще хотела по поводу френчи вот у вас вы прорисовали да нарисовали например несколько слоев и там уже получается ступень когда вот еще один такой нюансик можно сделать выравнивание базой оффу топом топом вот когда вы делаете чтобы этой ступеньки между ногтем и френчем не было видно можете сделать еще выравнивание топом и кстати вот у нас этот идеальные ногти которые топ он хорошо также выравнивается потому что он погуще чем этот и он не темнеет поэтому можете спокойно на френч его наносить ну все конечно гель лаковые топы темнеет но хотя бы держится подольше все вопросов если нету я тогда с вами буду прощаться смотрите наши эфиры расписание должно будет должны выложить потом будет нас каждый месяц эфир если какие-то интересные у вас есть темы которые вы хотите узнать которые у вас не получается да мы все на мы у нас много считай спикеров да вы можете спокойно написать в ингарден официальный на нашу страничку и задать вопросы и мы будем тогда вам эти эфиры показывать что по дизайну что по маникюру сохранится эфир да вот я в основном специалист по аппаратному маникюру и ну укреплению наращиванию вот поэтому если что пишите по дизайну у нас есть девочка тоже хорошенькая недавно вот ее эфир был вчера по моему было вчера вот так что смотрите мы будем рады с вами еще увидится все спасибо большое за эфир до свидания